ну что ребятки всем привет всем здравствуйте всем привет 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 ну я не знаю наверное вы уже из названия стрима то поняли о чем пойдет речь сегодня почему хабиб сорвался после боя и вообще вот разбор полетов я понимаю сейчас все соцсети тоже пестрят этими так сказать сообщениями да там каждый высказывает свою точку зрения каждый пытается наверное понять объяснить что же произошло и зачем это произошло все ну я наверное тоже ставлю свои пять копеек почему потому что все таки я проходил примерно что-то похожее да вы все прекрасно знаете вот роман алябьев привет я проходил уже примерно вот эти все моменты да и то что произошло с хабибом я попытаюсь сегодня вот объяснить на этом стриме да я скажу честно то что вот та ситуация которая произошла конкретно после боя она ожидаемая была и прогнозируем а была и то что конечно хабиб сорвался я его не оправдываю это недостойно это некрасиво и конечно надо было себя держать молодцом как говорится до конца потому что если ну так вот давайте рассуждать все-таки хабиб достаточно высокого уровня спортсмен который в принципе не был не проигрывал ни разу да то есть и вот в этом бою в общем то он тоже себя достаточно красиво и хорошо показал и закончил досрочно и вот здесь вот этот момент как раз он и сыграл не в лучшую сторону для хабиба то есть он понял то что вернее так скажем он думал что будет сложнее а получилось это легко и у него еще остались силы как мне кажется да и он понял то что вроде какая-то вот такая знаете эйфория можно так сказать которая позволила ему вести себя не совсем культурно и красиво учитывая то что это произошло все в америке и точнее в лас-вегасе штат невада да очень некрасиво это сейчас позиционируется то есть сейчас уже там в сми пишут везде пишут то что русские атакуют лас-вегас то есть понимаете да вот на всем на этом фоне это все конечно смотрится не совсем наверное правильно и красиво хотя я еще раз говорю я не оправдываю хабиба я считаю что вот этот поступок он перечеркнул все его вообще победы и какие-то его заслуги потому что настоящий спортсмен он не должен себя так вести вот я бы на его месте вот честно говоря да вот я бы на его месте после вот этого боя просто вы знаете какую-то чекипану чекитану бы станцевал там вот на этом в этой клетке и все вот это бы круче бы за ну как бы зашло зашло бы зашло потому что ну вот смотрите давайте разбирать все поэтапно о григорий пронин всем привет серега макгрегор красавчик но он шоумен понимаете в чем дело но здесь момент какой вот он не переходит грань макгрегор да а вот вот в этой ситуации после боя конкретно вот в этой ситуации я считаю что хабиб конечно он перри перри перегнул палку перелез через этот вот через ограждение через эту сетку и конечно последствия они сейчас будут не очень не очень хорошую сторону для самого хабиба во первых во первых на кону там более двух миллионов долларов да ну как бы деньги немалые полю по любому полюбасу деньги немалые это первое второе на кону вообще может быть и дисквалификация так сказать да то есть в принципе принципе если бы он конечно осознавал все масштабы вот этих последствий я думаю хабиб бы такого не сделал но учитывая вот этот темперамент кавказский учитывая вот эту всю вот эту то что у него наверное внутри накопилось и набралось он это все выплеснул ну блин не в тот момент и не в том месте но отлично мое мнение то есть это конечно не достойно ну профессионального спортсмена тем более в таком виде так сказать как бои без правил то есть ну может сказать что он этот экзамен не сдал вот он просто реально этот экзамен не сдал очень обидно вот если честно я не ожидал такого развития событий да то я все понимаю что это шоу там да то что оскорбление там были там и все остальное я сейчас вспоминаю эту ситуацию помните да в кемерово когда я ездил к немаги там примерно была такая же ситуация вот все было против нас я жут рассказывал в ролике да то есть мы приехали там все это все против нас там в зале было достаточно много людей которые были не за меня за ним агию потому что это их родной город кемерово да я вот примерно это все понимаю и что надо было сделать да вот если я например там ну к примеру проиграл да я все равно достойно подошел там пожал руку все спорт есть пор все . то есть а здесь когда спрашивают на на пресс-конференции ты будешь ему жать руку после того как бой закончится один и второй говорит нет не буду изначально не спортивное поведение изначально так просто делать нельзя то есть если ты спортсмен то ты будешь и спортсменом с высокой гордо поднятой головой представляет там такую страну как россия огромная страна до конца я считаю и респекта и уважение было бы гораздо больше чем вот сейчас ну вот я знаю что сейчас есть молодцы там такие добрые молодцы до который там оправдывают там что типа вот хабиб потом молодец вот он так сделал ребят это вот ну честно не заслуживает уважения я считаю что вот если человек чемпион он должен быть чемпионом везде во всем показателям примеров еще смотрите момент какой показательный реально очень показательный пример того то что реально был спровоцирован очень серьезный конфликт между болельщиками на этом мероприятии то есть когда вот он перелез через вот эту сетку да было видно да с таким ну прям настроем там все вот он прям до подпер короче в толпу ведь мы еще не знаем сколько людей реально пострадало в зале да где вот это мероприятие проходило там нам показали просто отрывками да что кто-то там на кого-то накинулся кто-то кому-то морду там стал бить там еще что такое на самом деле вот это все могло перерасти ну как вам сказать в массовое побоище вот реально массовое побоище это еще хорошо то что это было в америке в каком плане то есть там все таки народ более менее организованный ну то есть я вам скажу так что я в америке был много раз и я знаю что такого рода мероприятия они проходят под достаточно пристальным ну охраны там этого стадиона этого спортивного сооружения той же полиции да то есть там так не принято но я представляю если бы это было бы например в москве или там еще в каком-нибудь российском городе или в дагестане вы себе представить можете чтобы там творилось ну как ребят ну так нельзя я еще раз говорю и это очень плохой пример для молодежи вот та молодежь который сейчас посмотрела вот этот бой да все здорово хабиб красава там короче одержал победу но то что было после боя это вообще все зачеркивает вот реально все за я я не оправдываю макгрегора я понимаю то что сейчас так вот все устроено то есть когда проходят такого мероприятия такие мероприятия как бои без правил то есть подогревается интерес они друг на друга кидаются до треш токинг или как это такое понятие сейчас есть да и вообще я честно говоря не очень это все воспринимаю вы видите да то есть но у меня просто реально накипело накипело потому что я понимаю то что тут же хабиб например для многих вот пацанов да я себя вспоминаю там в 10 лет 12 он был примера до примера какой-то силы какой-то вот ну я не знаю там какого-то спортивного какого-то вот ну я не знаю там братство если хотите да прям такой молодец там и все остальное ну ё-моё но вот такие вещи но я не знаю ребят вы то что думаете напишите в комментариях конечно я посмотрел бой мне понравилось он большой молодец там достойно все красиво здорово все но вот это вот ну это что это такое ну ну не красиво конор нормальный нет конор тоже не нормально я об этом и говорю то что вот эта пропаганда и и все сейчас вот она в россии повсеместно вот это агрессия вот эти оскорбления вот это все то что знаете навеяно нам западом да то что как это правильно сказать один оскорбляет другого другое оскорбляет его маму родителей там и все дальше по по списку конор тоже конечно молодец там кидает этими стульями в автобус там ну зачем ничего шкаун хочет удивить конечно я считаю лично я считаю что нужно здесь конечно разбираться в этой ситуации да и например наказывать того же и конора потому что он провоцировал конфликт его этот тренерский штаб провоцировал этот конфликт да понятно что хабиб он сорвался ясностью то есть здесь никто ничего не обсуждает но ребята я считаю что если ты едешь на такие мероприятия ты должен быть готов к любому развитию событий вот я например когда ехал в кемерово да я ведь тоже ну примерно понимал что будет конечно не все в мою пользу ну не все в мою пользу но там было просто трэш там трэш был я же уже рассказывал там и с ножами с кастетами нас встречали там и все остальное ну и чё ну я же там не кидался ни на кого там на тренеров там на каких-то там я не знаю там еще что такого такого не было правильно ну не знаю короче ребята серьезно позови таляну спроси как он кидает в автобус они почти до смерти забили несколько человек вот дронера кстати привет ребята кто присоединился конор делает шоу это голливуд и все это шоу бизнес конор просто делает бабки александр пишет понимаете в чем дело ребят взрослые люди реально все понимают вот я это тоже понимаю но знаете кто здесь ничего не понял это хабиб вот хабиб этого не понял то есть он этому шоу не подыграл и получилась проблема как в которой сейчас могут пострадать очень много людей как следствие та же самая россия если уж говорить глобально потому что это имидж страны это спортсмен из нашей страны это тот человек который представляет нашу страну да не конечно такие вещи но я не знаю ребят мне конечно не очень это все понравилось вот по всем каналам сейчас показывают то что ну как бы хабиб там да там за семью по моему даже отец хабиба сказал то что он там люлей получит нормальных от него когда приедет домой и я с этим согласен потому что ну на самом деле ну не гоже так вести себя конечно это все не то так андрей пишет вряд ли хабиба уволят с организации максимум что может получить это большой штраф отстранения от боев на какое-то время а вот и свиту могут серьезно наказать по ним да и такое а зачем вот вопрос простой для чего это надо было делать для чего объясните мне кому он чего хотел доказать кому я вот этого момента вообще не понял ну все уже вышел на ринг одержал победу понимаете я считаю вот мое личное мнение то что хабиб был в эфории вот он он думал что бой будет гораздо сложнее для него а он оказался легким реально бой для него был легким было видно что макгрегору прилетала там нормально да и слева и двоечки даже проскакивали да то есть хотя у хабиба руки короче по моему на 10 сантиметров чем у макгрегора то есть он реально вот я смотрел ну как это правильно сказать я смотрел этот бой хабиб смотрелся красиво смотрелся я честно говоря даже не ожидал такого вот видно было макгрегор он конечно буксовал он даже местами заднюю давал то есть но в принципе было видно преимущество хабиба реально но то что произошло потом просто вот ну ребят но это вообще не ни в какие рамы не влезает просто ни в какие рамы ни в каком понятии вообще я вот понять не могу хабиба чё это такое это у него просто и паре типа легкий бой он пошел с тренерским штабом что ли там сражаться это чё такое было вообще достойно надо было не реагируя на провокации забрать пояс и уйти в подтрибудное помещение как чемпион а не устроить вот золотые слова конечно золотые слова я я о чем и говорю потому что вот эту ситуацию сейчас очень долго будут ну как это правильно сказать обсасывать да эту ситуацию будут долго обсуждать и в принципе вот эта ситуация она на руку конору вот сейчас вот в этой ситуации выигрывает конор потому что он его зацепил понимаете он сорвался он сейчас понесет наказание в виде лишения там каких-то денег да то есть он понесет наказание в плане там какой-то дисквалификации там зачем для чего зачем опять же еще возвращаясь к этой ситуации с хабибом где были его тренера где были его вот этот штаб весь как они могли допустить то что хабиб полез через сетку но зачем надо было держать его держать убирать его вообще короче уводить его с этого ринга нахер ну зачем это нужно было упустили упустили я считаю просто это адреналин в кровь и эйфории конечно парень не сдержался все мы люди думаю он сделает вывод для себя да он уже извинился там понятно я все это смотрел видел но ребят тут понимаете в чем дело тут извинений-то мало уже как бы то что сделано то сделано то есть сейчас очень многие люди будут на этом спекулировать и первый человек кто будет на этом спекулировать это конор вот сто процентов вот если так говорить то конор добился своего то есть он его цепанул вот он его реально цепанул я еще вот до матча да смотрел как вот они помните после взвешивания глаза в глаза смотрели я думаю ну смотри хабиб красавица вообще молодец тот и ногами там что-то руками по то думаю вообще красавица вот просто молодец на блин все взял и испортил в конце ну короче вот я честно говоря не очень доволен всем этим хозяйством я понимаю сейчас все обсуждают это все и все это серега за хабиба болеют россияне потому что он тоже россияне но заметь хабиб не выходит на ри на ринг с российским флагом кстати да я это тоже заметил я это заметил да вот посмотрите даже при всем при этом конор да конор он ну в америке живет да он родился с этого самого с как вызовы называется то блин с ирландии да он постоянно с этим ирландским флагом постоянно я тоже считаю надо было в этот момент тренерскому штабу вынести флаг россии чтоб он прошел по рингу красиво все ребята россия ура ура вот это было бы классно вот это было бы вообще офигенным просто ну как сказать завершение вот этого момента а это чё то блин я вообще расстроился честно я говорю я вот у меня такое неприятное послевкусие после вот этого боя и я вот серьезно говорю то есть вот это это войдет наверное в историю в плане очень некрасивых вот таких вот поступков которые наверное не стоит повторять и показывать вот это все вот это драк это что это вообще не спортивное поведение не знаю короче ребят мне не очень мне не понравилось я не знаю пишите в комментариях там шоу думаете хабиб просто выступает за россию он так а так он ни разу и не русский человек не ну подождите не русский чек он за россию выступает или за что я считаю что за россию конор хочет реванш правильно конор хочет реванш англюха пишет но его это объяснимо потому что видишь сейчас вот ситуация она даже на как в какой-то стороне на на стороне конора потому что конор это все за затеял спровоцировал там все это да и результат такой что могут лишить пояса вот вот и все емельяненко сонин тринадцатого октября вот будет бой главный бой месяца по мне но серега тебе с этой темы даже лайки не нужно накручивать володька трынкин пишет да не в этом дело ребят просто я еще раз горю меня же тоже много раз провоцировали там и не магия там да и с шиловым сколько у нас там этих затей там было да ну как бы я все это понимаю прекрасного вот то есть в любом случае надо оставаться человеком но ты выиграл все точка ты поставил в этом как сказать в этом вопросе жирную точку все уходи красиво ну серега как думаешь почему конор так слабо дрался он еле наносил ударах обе дрался с желанием убить его андрюха пишет но я так скажу смотрите во первых то что увидел я первое конор уже изначально понимал что соперник сильный поэтому он его а так сказать дергал за другие моменты да то есть вот оскорбление были вот это все то есть конор прекрасно понимал то что ни хрена хорошего для него там не будет он это понимал я уже говорил я даже в инстаграме в своем написал то что у конора он хорош в стойке посмотрите хабиб он хорош в борьбе и что мы сейчас видим по итогу до да хабиб выиграл то удушающим по большому счету он его поймал за шею и придушил то есть он его там не нокаут там да то есть он его там не уронил там ничего он у него выиграл просто вот ну как бы удушающим болевым приемом борцовским приемом я всегда говорил борцы они сильные в каком плане то есть вот если борца поставить например там с боксером с тем же да если вот любой борец поймает боксера просто вот вот за шею там за руку зацепиться все хана короче понимаете это сто процентов вот поэтому а конор он конор он конечно он конечно в стойке хорош он стойке хорош да вот поэтому мы здесь увидели то что конор изначально знал что ничего хорошего там не светит ему да тем более он два года вообще по большому счету ни хрена там не выступал нигде там что там ерунда какая-то была там ну то есть одно дело там в тренажерном своем зале там где-то или в своей там какой-то в своем там этом спортзале до валтузица одно дело на ринг выходить уже с бойцами такого уровня это разные вещи вот и конечно надо сказать отдать должное то что хабиб то он ни разу не проигрывал вот реально то есть это это недооценивать такого соперникова было бы глупо поэтому конор принял такую манеру ведения вот это его пред боевой вот этой всей от отра отваги да то есть вот нападение именно словесное вот и все да люди пострадали многих там многих многих многим прилетело там представляете вот я например был в лас-вегасе я хочу сказать что там в принципе безопасность на очень высоком уровне вот то есть мы были там в разных отелях там в разных местах в лас-вегасе были я вам хочу сказать что там достаточно безопасно все и теперь имидж россии я считаю что был тоже немножко подпорчен сейчас он посмотрите что пишут да вот смотрите русские там ненормальные смотрите что они тут делают опять пришли в лас-вегас русские сумашек это чурок зачем это надо все это такое все серёга и напомню серёжа ты изначально ставил на конора да я ставил на конора потому что я считал что конор все-таки по свежее немножко будет смотреться по свежее должен был смотреться кона но вот видите как получилось вся эта потасовка началась после грязные слова со стороны команд мак чикина дилан дэнис и хабиб дал ему леща после чего конор хотел запрыгнуть и зубайра и ему не дал вся эта каша со стороны конора да понятно там понимаете чем дело сейчас просто никто особо-то и разбираться не будет просто лишат денег лишат титул титул и все на этом закончится и ради чего это было ради чего столько тренировок ради чего вот этого столько всего было потрачено силы времени денег да зачем ради вот этого минутного поступка глупого поступка который в принципе перечеркнул и ему в карьере там ничего хорошего ну как бы не светит да и могут визу в америку не дать тому же хабибу да и вообще на россию посмотрели совсем с другой стороны как не на ненормальных вот и все поэтому ребят тут как бы это моменты такие не некрасиво я считаю конор конечно он в принципе он выиграл вот эту войну именно словесно он ее выиграл все хабиб среагировал вот сейчас получит разные всякие дисквалификации там по деньгам накажут вот и все поэтому конечно это я не знаю куда смотрели тренера я не знаю почему ему позволили перепрыгнуть через эту сетку как это вообще там столько людей на ринге было ну как это могло произойти вообще понять не могу конор конор провоцировал добился своей цели конечно 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 конор сказал чтобы не писали его команды на хабиба хоть что-то муж мужской хоть что-то мужской сделал ну еще раз говорю ребят это не спортивное поведение и вообще не спортивное поведение так фергюсон в портере хорош он хабиба как школьника разложит но у каждого есть свои какие-то плюсы какие-то минусы там да кто-то в стойке кто-то в борьбе у всех мы у кого клуб логики там очень сумасшедшие то есть кто-то апперкот кто-то бэкфист бьет нормальный у всех по-разному серёга конор попросил президент и и все и все не наказывать хабиба для реванша а ну понятно так откуда ты знаешь кто там кого там лишат денег это спектакль с одной стороны забрали деньги с другой дали деньги ну ребят посмотрим тут понимаете дело даже не в деньгах то есть когда речь идет о на такого уровня состязаниях до такого уровня ну спаррингах да и такого уровня вообще ну то есть там конечно не о деньгах деньги тоже важны но там деньги это вторично это все-таки идет уже знаете как это правильно сказать это идет уже реализация именно на твоего потенциала вообще кто-то и зачем ты и к чего-то добился а деньги это все вторично поверьте мне хабиб он национальный герой тем более в дагестане то есть его там уважают там вся страна на ушах стояла вот поэтому единственное конечно я говорю то что я увидел но но как бы не заслуживает уважения в моем понятии я сам всю жизнь прозанимался спортом я знаю что это такое проигрывать я знаешь такое выигрывать вот это эйфория вот это вот сумасшествие какое-то да но не знаю я помню у нас ситуация была одна вот я как сейчас помню мне было наверное лет пятнадцать наверное или шестнадцать это было еще до армии короче было это по моему на первенстве москвы на первенстве москвы да и у нас один парень занял первое место первое место занял пацан и знаете что он сделал но достаточно из обеспеченной семьи был вот в жизни не догадаетесь что он сделал когда он занял первое место он или ему там я не знаю как это получилось ему налили целую ванну шампанского вот просто ванна шампанского представляете это в те времена еще в советские времена ванна шампанского типа он праздновал свою победу ну вроде как круто да туда-сюда но когда мы потом приехали в наш зал где мы занимались нас тренер поставил вывел его потому что мы знали как бы да и он вот это было прилюдное просто вот ну знаете уничтожение просто это это не то что типа круто было а его просто он тренер взял и унизил он говорит ты чё говорит себя так ведешь какой шампанское какая ванна шампанского вот это было еще в советские времена вот так вот так кэшбери да если бы отец хабибу он сдержался бы может быть кстати но отца же не пустили я так понимаю что ему не дали как это называется не дали визу ему американскую а теперь может ситуация такая быть что и многие спортсмены из-за этого пострадают и так сейчас ситуация достаточно напряженная с этими визами да вот эта ситуация она как бы нас вот россиян да не в лучшем свете ставит так сказать и вообще вот по по отношению даже к властям там да к своему поведению то что такое вообще серёга коннор не был на ринге два года это тоже повлияло конечно повлияло да да ты ставил на хабиба нет я в этот раз ни на кого не ставил ну я имею ввиду деньгами ни на кого не ставил но если честно я думал все-таки коннор немножко повеселее будет себя вести на ринге а показалось так что коннор как-то но вообще он вяло себя вел мне если честно вот позиция коннор вообще не понравилось помните когда он вышел на когда правильно сказать ну все когда он зашел в сетку уже до шестиугольник как он пошел увидели вот эти вот руки вот это вот такое вообще но он шоумен шоумен но это ребят я не знаю конечно ну ну не знаю это было выглядело конечно смешно это театрально было театрализовано все коннор хоть что-то сделал мужской не стал писать заявление на хабиба но но это я не знаю что у них там произошло что-то там но я считаю что в принципе вот в этой ситуации конечно коннор он ну как правильно сказать да получил то что хотел получил то что хотел да так так поверь на слово про всего этого будут писать книгу будут ходить легенды а кто не согласен пусть свое мнение оставит при себе но серега позвони таляна да уж зачем быть богатым своем городе в чем смысл хабиб занимался американским рукопашным бою и панкратионом он ногами руками владеет в совершенстве борьба для них святое да я одну даже в принципе не трудно посмотреть то что вот даже борцы у нас да вот с кавказа они все сильные вот все сильные борцы это просто у них как национальный вид спорта вот борьба греко-римская борьба в том числе да то есть у нас все в основном чемпионы все с кавказа там это правда да то есть борьба она там уважаемое дело до борьба несмотребельно но я с вами тоже согласен потому что все-таки в юфси люди привыкли крови да люди привыкли к тому что люди друг другу бьют морды да то есть люди привыкли к тому что есть действительно вот кстати я не знаю смотрели вы это или нет но перед конором по моему предыдущий бой вот это был бой я сейчас уже не помню кто там с кем волтузился там пацан у него на спине татуировка крыльев сейчас не помню как его фамилия напишите в комментах вот это был бой блин ребята вот это я посмотрел офигеть короче вот там все было там эмоции были там кровь была там вообще просто что там творилось вот это был бой вот он точно войдет в историю я сейчас не помню уже фамилию бойцов но фергюсон да 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 точно точно да 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 вот это был бой я посмотрел вот это было блин огонь да затмил главный бой да и вот это точно в историю зайдет а вот это это уже было не шоу это было какой-то знаете беспредел какой-то был так серёг как думаешь хабибу сейчас обидно думаю да вот если сейчас вернуть время вспять то я думаю я думаю что хабиб бы так не поступил во первых он прекрасно понимает там все-таки президент поздравил это как-то вот ну знаете не солидно да вот так такая ситуация там и вот он так себя повел он извинился все я понимаю но это адреналин тут его тоже понять можно но здесь наверное больше вопроса к его тренерскому штабу почему ему это позволили сделать почему почему не было с ним тех людей которые бы его просто бы за ноги держали не дали бы возможность ему там никуда перелезать через эту сетку зачем зачем тогда вот эти тренера зачем эти кучи этих массажистов там и всех остальных целый автобус надо было просто держать его и все да да не удивляйтесь точно знал бы прикуп жил бы в сочи конечно чё здороваться не научили да ребята всем привет то подъехал так дона симона греша не позвони так когда встреча с кириллом терешином терешином кто это что скажешь про волкова что скажешь про таляна таляна горячая кавказская кровь да согласен серёга привет видел свежий ролик дешилов дешилов опустили обоссали не видел нет не смотрел у меня кстати ролик видосик там вы вышел я вчера не вчера позавчера я короче был на мероприятии шоу пошло не так тоже неплохое такое неплохое такое мероприятие там все селебрити были там меня пригласили мне понравилось неплохо мы кстати в ближайших стримах тоже разыграем там несколько билетиков и короче я вас порадую в принципе в москве сходите есть что посмотреть серёга привет ты ставку ставил на буй не не ставил нифига так ща братва кстати так ща а где у меня тут подождите подождите чуть-чуть и подождите так вот поэтому конечно в бешенстве что ты обвиняешь хабиба он и многие жалеют жалеют одного что не успели разбить хлебала тому козлу на трибунах нет ребят это не спортивное поведение я еще раз говорю тут можно об этом говорить с точки зрения ну такой с дилетантской до когда ты отдаешься ну спорту целиком и полностью когда ты готовишься к соревнованиям когда ты сгоняешь вес как сумасшедший вы знаете что такое согнать десять килограмм ребята вы знаете что это такое я знаю что это такое когда у тебя одна шоколадка на целый день одна вот такая маленькая а ты как собака бля херачишь в бане сидишь то есть когда ты каждый грамм считаешь и и просто вот этим поступком взять и все зачеркнуть а ведь он гонял вес и по многу гонял понимаете поэтому это очень сложно очень сложно я не знаю вот я вообще не понимаю когда у такого уровня спортсмены выходя на такие помостки да и совершают такие вот нелепые какие-то вот такие вещи будь спортсменом до конца будь спортс будь мужиком все и все зачем и кто вот не знаю вот мне кажется сейчас вот хабиб он даже не на уровне макгрегора а даже как-то ну не знаю вот этим поступком как-то очень сильно меня по крайней мере расстроил да бой кстати не интересный был вот все говорят жаркий ад был а не бой да вот я согласен вот бой-то некрасивый был если уж так-то говорить вот так вот если говорить бой был некрасивый вообще не интересный был бой они там я не знаю половина просидели просто на карачках в партере в этом как его в углу ну то есть ударов единицы были вообще вот то есть вот таких конкретных хороших ударов были вообще единицы два раунда возле клетки пролежали конечно конечно о чем и говорю и в конце такая еще ситуация ну ребят не знаю не знаю не то пальто скажу вам честно так я знаю что такое согнать 10 килограмм это жесть да да улья тоже знаю что такое согнать 10 килограмм это жесть это правда Причем спортсмену У спортсмена, понимаете Когда у тебя идет подготовка К серьезному мероприятию У тебя вообще все по минутам расписано Просто прием пищи, там углеводы Там вообще целая история Я это все тоже проходил Это достаточно все сложно Это большие нагрузки на организм Это пипец Хабибу не хватило добра и позитива Да, точно Так, хорошо, что потасовку Удалось разогнать Это еще раз, почему произошло И почему повезло Потому что это было в Америке Если бы это было где-то, скажем так, в России То неизвестно, чем бы это все закончилось Поверьте мне Так Не могу понять, почему Конора Переувеличиваете Что он сделал? Конор типа заявок написал Вспомните инцидент с автобусом Даже там девчонки на Конора Ничего не писали Так что просто Немного задумайтесь Ну Да нет Ну и понятно, что это элемент шоу Вообще вот я что-то в последнее время Как-то все больше и больше В UFC разочаровываюсь Потому что вот идет какой-то негатив Вот честно, да Идет какой-то негатив В плане вот этих вот Оскорблений Там опять же Трогают семью Пытаются зацепить То есть Ради чего? Ну ты выходи на ринг Там доказывают Зачем там оскорблять Близких, родных Там Ну вот это вот То есть Непонятно Серега Поздравь Ваню Шароха С днем рождения Передай ему привет Илья Вот есть у нас такая волшебная кнопочка Donation Alerts называется Вот ты пожалуйста туда там Напиши свое сообщение И все Мы поздравим всех Все сделаем Короче Дядя Сережа Это добрый Так Единственное последствие Это то Что теперь в России В ближайшее время Бои UFC Не будут проходить После После беспорядков Это точно Артем пишет Но вот Мое личное мнение Вот Это подрывает Вообще Вот весь авторитет Вот этого Какого-то Спортивного сообщества Вот этого Знаете Ну что-то Что значит Не пожать руку После Боя Да Как Ну как Ну ты вышел на ринг Ты победил Все Окей Пожми руку Человеку Все Вы разобрались Вы разбежались Все Серега Как думаешь Сможет ли Конор Взять реванш Реванша не будет Ребят Я вам хочу сказать Что Во-первых Конор Он оказался Не готовым К противостоянию С Хабибом Это было видно Это было очевидно Поэтому реванша Никакого не будет А если бы он Даже представить Теоретически Если бы он был Все бы закончилось То же самое Все это было бы Возней Борьбой В партеру Удушающим Все Вот так бы это было Паровоз Саня Здорово Серега Здорово Здорово Вот Поэтому Мое личное мнение То что Бой был Неэффектным Бой был Можно сказать Такой Ну возней Назовем это так Да И то что произошло После боя Я это назову Неспортивным поведением Это Ну как бы Не делает лица И большую тень Бросает Вообще На Ну так сказать Вообще На занятия Спортом Вот Я честно говоря Не ожидал Такого от Хабиба Я все таки думал Он сдержанный Такой Достаточно Ну как правильно сказать Ну С такими С какими то Наверное Нравами своими С правильными Вот я этого не увидел Да Вы выводили Да Провоцировали Ну что же теперь делать Ребят Надо быть до конца Оставаться человеком Ну вот Лично мое мнение Это просто не спортивное поведение Это преступление По законам штата Кстати Да Там еще неизвестно Чем это все закончится В Неваде Там кстати Очень достаточно сложные Такие Там же в каждом штате Свои правила Да По моему Как его Хабиб Он же там вышел Он говорит Типа Либо отдайте пояс Либо посадите в тюрьму То есть он уже понимал То что он что-то не то сделал То есть что он что-то нарушил Там Да-да Ну Не удивляйтесь Так Серега Что думаешь Конор не способен Теперь победить Хабиба Я думаю что нет Нет Просто ну как тебе сказать Борьба Она делает свое дело То есть Как это правильно сказать Да То есть Борцы по определению Сильные ребята И выносливые И все остальное В борьбе очень сложно Там я еще раз говорю Ты можешь быть прекрасным боксером Но если твою шею поймает борец Тебе хана Это точно Тебя просто задушат Так оно и получилось Хабиб его просто задушил Просто задушил его Поймал и задушил Он его ловил Да Несколько раз ловил А в конце его просто задушил Все Так Конор не боится Ему нужен цирк Конечно Ему нужно шоу Он подогревает к этому Так сказать Вот это вот Подогревает интерес Он там вышел с виски Он Он апатажно Да Это смотрится Да Это интересно Но вот эти вот оскорбления Конечно То что вот мы увидели Со стороны Хабиба Это все конечно Не то пальто Так Сережа Поддержите Там Поддержите В комментариях Поддержите Давайте Поддержите Ребятки В принципе Достаточно много Известных людей Там было Встретился С Лолитой С кем там еще Влад Топалов Зар Ну много там В принципе Известных Была соседка Наша Да Елена Воробей Ну так Прикольно Думаю Что по правилам Бокса Хабиб бы Проиграл Но тут Бабушка Надвое Сказала Ребят Не знаю Но мне кажется Конов конечно В стоечке Это повеселее Повеселее Да То есть Он такой Повеселее Но Хабиб борец Все Хабиб борец Хабиб и Конор Миллионы заработали Все довольны Вы о чем Нет Деньги здесь вторичные Ребят Я вам серьезно говорю Да Они важны Но они вторичные Здесь все-таки Самолюбие Здесь все-таки Такие знаете Свои профессиональные Качества Больше Так Серега Привет Прогноз Доллара на январь А примерно То же самое Так и будет Я думаю Даже может быть И падение Будет доллар Сейчас в принципе Не все в пользу доллара Складывается Нефть высокая Поэтому Не Я думаю Что никаких Рывков особых Не будет Думаю Рывков Особо Не будет А где ролик-то Ролик вышел Я же скинул Ну давайте Еще раз Сейчас скину Вот ролик Вот ролик Зайдем Дядя Сережа Там Оставим комментик Лайк поставим Давайте Вот он Ролик Я короче В среду В четверг Я стартую В Черногорию Оттуда В Италию Тоже там Видосики Вам поснимаю Покажу Вам Что к чему Так что Скоро Это тоже Будет На канальчике Все Посмотрите Во-первых Хабиб Пока не Заработал У него деньги Заморожены И не факт Будут ли выплаты Могут Сожрать все штрафы Да совершенно верно О чем я и говорю Конечно Ехать в такую даль Акклиматизация Гонять вес Там Привезти с собой команду И так вот лохануться Блин Ну на какой-то фигне На какой-то вообще Галимой провокации Вообще Просто ни о чем Где эти тренеры были Хабиба Почему они его за ноги Там не держали Я не знаю Сергей Ты помнишь Недавний скандал Между Хабибом и Тимоти Из-за его приезда В Дагестан Мне это тоже Не понравилось Прокомментирую Как сам думаешь Я слышал Но я подробности Не знаю То есть я не буду Там вот Комментировать То что я в принципе Не знаю Но то что вот я увидел Вот на этом Мероприятии В Лас-Вегасе Я хочу сказать Что это Ну какого-то Респекта Хабибу Ни хрена не делает Это Это удар Удар такой Знаете Ниже пояса Вообще По отношению Даже к России То есть Ну это не гоже Ребят Ну что Мы всегда привыкли Там завоевывать Там медали И все остальное Мы же там не кидаемся Там если нас там Заслуживают Или еще что-то Мы ведем себя По-людски По-человечески А это Что за фигня Я говорю Если бы я с Хабибом Встретился Я бы ему в глаза Сказал Что так нельзя Себе вести Даже может быть Его этикету Какому-то Научил Чисто По-дружески Тогда Я бы вот сказал Хабиб Ну ты давай Как-то это самое Будь добрее Позитивнее Честное слово Ну А это что Это Некрасиво Как-то Так 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 Лещей бы ты Надавал Да не лещей Просто по-людски Поговорили с ним И все В Дагестан Запретили приезд Тимати И посыпались Угрозы В адрес Тимати И Крида Ну Тут тоже Как бы да Тимати Крид Это совсем другое Тут Это все-таки Шоу-бизнес А это все-таки Спортивный мир Здесь Немножко Тут знаете Как бы тоже Сравнивать Это тоже Особо нельзя Вот Тимати Крид Это Такое Тоже Знаете Немножко Другое Так Много людей Было приковано Конечно К этому бою И люди Конечно Ожидали Большего Вот так Я честно Говоря Ожидал Большего Я все-таки Думал Это будет Более Как-то Ну Красиво Эффектно Вот К сожалению Этого Не произошло Да Хабиб Уж заявил Что Ему нужны Новые хейтеры Да Серега Возьми Хабиба На бой А Вызови Хабиба На бой Да Ну К сожалению Ребята Я уже Просто Возрастом Не тем Чтобы выходить Там На бои Вот эти Все остальное Хотя Здорово Я Его держат Ну Понимаете В чем дело Он Все-таки Ни разу Не проигрывал То есть У него поражения Нет Поэтому Ну Достаточно Интересный Боец Он Борец Прежде всего Вот Нет Все нормально Вот К Хабибу Не было Никакой Претензии Если Все Красиво Было Просто Вышел Забрал Поезд И Красиво Ушел Под Трибунное Помещение Все Было Сказка Так У Хабиба 27 побед И 0 поражений Серега Как Относишься К Хабибу После боя Ну Я уже Сказал Ребят Некрасиво Он поступил Не знаю Мне Мне Неприятно То что я увидел Мне это было Некрасиво Неприятно смотреть Тем более В Америке Это наоборот Надо было выйти Флаг России Взять Красиво Все Ребята Там Туда Сюда Чао Пока И все Вот это Во было бы Я бы сказал Вот это Красиво Да А это Че Это Такое Не знаю Молодой Еще Ладно Еще Хабиб Но Конно Но Конно Бить не стоило Уже Изнеможенного После боя Это уже было Совсем низко Тем более Сзади Бить Я не видел Этот момент Может это Не показывали По телевидению Я этот момент Не видел Мало кому Интересно Смотреть На мужика Который Обнимается Вес Бес Бой Нахер Кабиб Пусть Его уровень Это Махачкала А не Америка Александр Написал Но Есть Твоя Правда Вот В твоем Сообщении Вот Я вам скажу Так Так что Все-таки Америка Вот Как бы мы Там Что ни говорили Как бы мы Там Что бы ни Обсуждали Да В Америке Вот реально Буква закона Она такая То что Если ты нарушаешь Да Какие-то там Правила поведения Там К тебе будут Применены Самые жесткие Санкции Учитывая То что Лас-Вегас Это штат Невада Там достаточно Жесткие Законы Очень жесткие Законы Вы знаете Какое там Какое наказание Может быть За изнасилование Вы знаете Какое там Может быть Наказание За изнасилование Пожизненное Просто Пожизненное Заключение И Я вам скажу Так что В Неваде Достаточно Жесткие Законы Я был В Лас-Вегасе Я знаю Что это Такое Конор побили члены команды Хабиба Пока сам Хабиб в зал прыгнул А, понятно, понятно Так, Хабиб мог бы просто футболку порвать Как ты? Но драться лезть нахер Но я же говорю, надо мне было бы с Хабибом провести этот ликбез определенный Да, но успел его убрать из октагона А так бы его закидали бутылками Нельзя так вести себя Он номер один ММА, так будь им до конца Конечно, Баркас правильно золотые слова написал Я же говорю, ты должен быть до конца чемпионом Все, невзирая ни на что Убрать все внутрь, блин, все свои вот эти эмоции Взять российский флаг и просто, блин, шуровать с ним через весь зал И все, вот это победа Вот это я бы сказал, о, красавец, молодец, уважуха, блин А это что это такое? Это был смешной бой Да Почему Конору жесткие санкции применили? Да потому Не применили Да потому не применили Потому что он знает вот этот момент, где нужно тормознуть, а где нужно газку подать Он шоумен Вот Конор шоумен, это 100% Он пытался запугать публику Зрителям это не понравилось Ну да Срать на все санкции На санкции со всей стороны обкладывают Не привыкать Хабиб герой А вы как девки Ну, Дроняр, что значит Хабиб герой? Герой для кого? Для молодежи, которые смотрят на неспортивное поведение Я считаю, что нифига так нельзя Он не герой Он не герой Он поступил некрасиво И он сам это признает Это отец его признает Это все его окружение признает В чем он герой? Что он красивого сделал? Перепрыгнул через сетку И полез драться? Ну шо это такое? Это шо, герои так ведут себя? Так герои себя не ведут Хабиб антипод героя Вот это ближе к делу Конечно, конечно Вот я говорю, его победа, она меркнет Вот на фоне вот этой всей ситуации Отвратительный пример, конечно Тем более, вот я вам объясню, ребята Что это такое, да На Хабиба смотрит очень много молодежи Та, которая живет там в Дагестане Да вообще в целом в России Он для них, ну как сказать Идол определенный, да Спортивный Который, в принципе Ну отвечает каким-то идеалам И че вот это вот Они сейчас посмотрят И скажут Опа, и я так буду делать Или я так тоже там Понимаю Ну зачем это нужно? Кэшбари разваливается Может об этом поговоришь А по Хабибу все правильно говоришь Почему Кэшбари разваливается? Ребят, все работает Че вы переживаете? Вот самое интересное Кто в Кэшбари вообще не переживает? Переживают те, у кого там копейки свои нету Вы-то че переживаете? У вас там нету денег? Все Че, какие проблемы-то? У меня все нормально Не переживайте за меня Все выводится Все хорошо Все крутится Ловешка мутится Для Кадерова Для Путина герои Которые сразу Ринулись Его поздравлять Серега А кухарки пусть охают Ну я думаю, что Владимир Владимирович Кстати, у него же день рождения было Давайте поздравим Путина с днем рождения Все-таки ему 66 лет вчера было Поздравим его С днем рождения Наш любимый президент Поздравляем От души и сердца С днюхой Да Сажать нужно за любой проступок Нет Ну что значит сажать нужно? Мы же просто обсуждаем это Кэшбери рулит Вон, в конце месяца На императора зайду С вкладом 500 тысяч Вот вам, ребята, ответ по Кэшбери Ольга пишет Ну, вот так вот Так Молодежь так же будет Как обезьяны прыгать по клеткам Правильно президент UFC сказал Когда такой прыгает с клетки Нихера хорошего ждать не приходится Повезло, что жестокого месива не было Конечно, я же еще раз говорю Эта провокация могла привести Вообще там Ну, к массовым беспорядкам На улице Да вообще в целом Ну, ребят Ну, что вы Ну Нихрена хорошего Так Запрещено выходить из октагона Пока перчатки не проверили Вот и не дали пояс Понятно Ну вот Все правильно Все правильно Хабиб думал Что ему все Простят Как Конору прощают Но не думал О последствиях Артем пишет И такое может быть Но я думаю Просто эмоции Мне кажется У Хабиба Осталось много сил После этого боя Он думал Что бой будет более сложный Да А тут получилось так Что досрочно Короче Да Выиграл там И все И вот у него силы остались Если просто Ну, сил бы не было Он бы хрен бы полез Куда там На этот забор Как думаешь На улице Конор бы его победил Не знаю Сложный вопрос Сергей Мы с супругой Хотим отдохнуть Во Вьетнаме Скажи Стоит ли побывать В этой стране Да Ян пишет Мне понравилось Во Вьетнаме Я там в принципе Был и в Хошимине Был И в Фонтьете Был Мы достаточно много Там проехали Мне Вьетнам понравился И культура понравилась И Ну Ресторан офигенный И вообще И кофе там Очень вкусный И вообще Мне все понравилось Вьетнам зачетный Вот точно Точно И офигенные сувениры Привезли И там Ну классно И оттуда Картины очень красивые Привез Там шелком вышитые Но мне понравилось Вьетнам мне зашел Вот лучше чем Таиланд Вот честное слово Так Пересмотрела видео Конор первый ударил Конор ударил первый На то что Они Нет Ну ребят Мы же не говорим о том Что Конор там прав Там или Там первый Кто второй начал Мы просто знаем Чем все это дело Закончилось Что сейчас Может быть Дисквалификация Денежный штраф И вообще неизвестно Чем все закончится Вот я об этом лишь говорю Поэтому ничего тут Хорошего нету В этой ситуации Да Так 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 Серега как относишься к Хабибу После боя Но у меня Есть легкое непонимание Того Зачем он это сделал Ну то есть Я еще раз говорю Люди такого Ну скажем так Уже Уровня Полета Они такие вещи Себе конечно Не должны позволять Ну лично мое мнение Поэтому Ничего тут такого Особо Хорошего Я не вижу В этой ситуации Но будем смотреть Чем все закончится Он чемпион все равно А потом было Это уже не важно Что было потом Уже не важно Ну слушай Это знаешь Если он чемпион Там И что ж ему теперь Все позволено Ну так же нельзя Ребят Ну давайте все таки Как то адекватно Ситуацию оценивать Да Чемпион Вот именно что Чемпионы так себя не ведут Чемпион ведет себя Уверенно Спокойно Никаких проблем Его ничего не беспокоит У него все нормально Все на мази Бабки получил Поезд забрал Все Вот это чемпион Вот это красавец Достал флаг России Прошел Ура Ура Класс Ну вот это вот красиво Было бы Но вот к сожалению Мы этого не увидели Серега ушатал бы обоих Добро победит Да Да Он чемпион все равно А потом Ну Да Фергюсон заявил Что легко Уложит Конора и Хабиба Готов выйти на ринг Ну это понятно Сейчас тут многие будут Рассказывать Рассказывать Серега Хабиб не просто Задушил в конце Почему Конор позволил ему Так себя опозорить Конор намного популярнее Богаче Хабиба Я думаю Что сам Конор Просто не ожидал Вот этого натиска Со стороны Хабиба Да и прям Жесткого такого Ну как правильно сказать Жесткой борьбы Такой Вот прям просто Точно не ожидал А Хабиб не рисковал В стойке Он знал Что его короночка Это партер Он знал Что его короночка Это удушающий Болевой прием Он на это и шел Все Он знал Что Конор Не борец Такой как он Не такого уровня Вот и все Почему Конор Позволил себя придушить Вот так вот Вообще конечно Для Конора Это реально Такое унижение В каком плане Ты вот кстати Правильно написал Это реально Такое Проиграть удушающим Блин Но все таки Тоже вот уровень Бойцов такой Что вот эти моменты Конечно Их надо отрабатывать Это просто Ну классика жанра Но вот То что увидели То что увидели Да Ну Конор Конечно из этого Сделал шоу У него это получилось Он своей цели добился Пропиарил там Вискарь свой Что он там У него было там Он это все отработал Это сто процентов Ты еще и бабки Сорвал с этого Неплохие Блин Конор устал Поэтому дал удушку Ну Он устал-то Потому что он Два Раунда Просто пролежал Условно говоря Там На Ковре В портере Просто все силы У него ушли Он же стоять уже не мог На ногах Вы знаете Какая тяжелая борьба В портере Вот чтоб вы понимали Там нагрузки очень большие Очень большие нагрузки Вообще Борьба это тяжелая штука Это даже не бокс Борьба это Ну это немножко другое Ты не прав Хабиб Его один раз стукнул И Конор Потерялся Во втором раунде Вроде Да Да Он его стукнул Пару раз Но ударов было мало Я все-таки думал Будет ударов больше В основном Мы увидели борьбу Мы увидели борьбу Надо вот Ну как бы Надо признать то Что это был Такой Знаю Это была борьба Это была борьба И борьба победила Харитонов уже Осудил этот поступок Да Конор не должен был Хлопать А должен был Потерять сознание Чтобы в глазах людей Не упасть Ну Тоже правильно Тоже правильно Чуть-чуть придушили Он такой Все-все-все Такой Раз Такой Все Типа да Там ну блин Ну Как-то Просто все Согласитесь Прям ну очень просто все Я все-таки думал Будет какой-то Знаете Ну экшен Какой-то экшен будет Да А мы экшен К сожалению Увидели уже После того Как все закончилось Человек может уехать Из деревни Но деревни Из человека Нет Да Александр Золотые слова Может быть такой Что болт был договорной Чтобы заработать Больше денег Нет Я не думаю Нет 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 Хабиб Кстати он в этом плане Я не верю Что там какой-то договорняк был Нет Это вряд ли Это такой уровень Нет Здесь это вряд ли Хабиб В последнее время Рискует стойки Он улучшил Свой бокс Ну Кстати С кэшбри Мне уже приходят проценты Спасибо за совет Серега Ну вот Замечательно Так Надо было Конора Бухать У него бы лицо Пуши Видно было Зазвездился Ну Да Я тоже считаю Что конечно Конор Он где-то перегибал Местами Но он шоумен Ну ребят Ну вы вспомните С Мэйвезером Какой был поединок Как он там танцевал Там по рингу Тоже проиграл Ну блин Ну зараза Красиво проиграл Ну посмотрите Да сколько раундов Там бокс был Ну там блин Ну вот это было шоу А я шоу Здесь конечно На ринге не увидел Была борьба Ну такая Вязкая борьба была Ничего такого интересного Не было Серега Как думаешь Конора можно списывать На пенсию Или еще может Стопами биться Артем пишет Все ребята Вот кстати Золотой комментарий Прям респект Артем Списываем Конора Все Мы Конора Больше не увидим Может и увидим где-то Но это уже будет Не тот Конор Все Конор свое профукал Вот честно Вот уже все И он это понимал Он понимал Что если будет поражение Что все Да у него там есть Возможности Деньги Личные самолеты Там все это здорово Я очень рад за него Но как спортсмен Конор закончился Ребята Все Вот если вы согласны Со мной Плюсик Поставьте в комментариях Конор Как боец Закончился Вчера Его придушили Его хабиб Придушил Реально Реально Он его задушил Да Плюс Плюс Минус Плюс Да Я думаю Все Он конечно Будет пытаться Куда-то вылезать Там что-то делать Но это уже Не то пальто Это уже не то пальто Да что-то будут Какие-то бои Там может быть еще Но это все уже Конор морально умер Да Да Шоумен шоуменом Оскорблять отцов и матерей Это уже не шоу Согласен Полностью С тобой согласен Но Конор Это великий боид Да нет Все ребята Про Конора Мы забыли Вот честно Про Конора Мы забыли Да он там может быть Будет какое-то шоу вести Там или что-то еще Где-то даже Может быть и выступать будет Но это уже будет Не то пальто Все ему будут припоминать Как его хабиб задушил Это все Серега А ты бы отстучал От удушающего Я бы лучше потерял сознание Сдаются трусы Но Не знаю Я Слушай Я не знаю Что бы я бы сделал Конечно Сложно сказать Сложно себя на его место поставить Но То что я увидел Было недостойно Бойца такого уровня Вот это Вот это я хочу сказать Конор лучше Что Конор лучше Конор задушили Просто придушили И все Да Такой цели нет Как думаешь Хабиб на пике формы Или еще есть потенциал Ну я думаю У Хабиба Есть потенциал Кстати Сколько Хабибу лет Тридцатка Да по-моему Тридцать лет ему Да Ну я думаю Еще года два-три Он будет сиять Я думаю Хабиб два-три года Еще будет сиять Потом на спад пойдет Хабиб заставил Ответить за слова Теперь будут осторожнее С выкриками возле ринга Да нет Ром Это Так такие дела не решаются Понимаешь Это нет Они как кричали Еще больше кричать будут Да Тридцать лет Ну вот я так и понял Ну тридцать лет В принципе для бойца ММА Это такой возраст Ну как бы да Ну близки к пику Я думаю Два-три года еще Два-три года Максимум Если будет реванш Конор порвет его Да нет Нет Это уже без вариантов Я вчера Конора Увидел в такой Какой-то слабой форме Если честно Вообще Вот мне Конор Вообще не понравился Я ожидал большего Ребят Я не знаю как вы Я ожидал реально большего Тедди Так Есть слух Что отец Хабиба Хочет завершить карьеру сына За его выходку Вот такие дела Ну посмотрим Посмотрим У них там нравы свои Это точно Я думаю там от отца Хабибу прилетит Я думаю Что будь здоров Там ему прилетит Так Вам привет Что петушиться Насчет боя Хабиба Конора Когда уже все сделано Но Сделано-то сделано Отец Хабиба Отец Хабиба говорил Еще три боя Хочет сделать А там лучше Пусть Хабиб сам будет решать Биться или нет Ну Конор слился Сейчас фотку Со стаканом Выложил Со стаканом Ну да Говорят То что произошло После боя Вообще Ну без комментариев Просто Ну Ни в какие рамы Не влезает Вот С другой стороны Конор был раньше Грузчиком А теперь хоть и получает По лицу Ну за бабки Посмотрите лучше Бой Фергюсон Вот этот мне бой Понравился Он был как раз До боя Как его называется Он был До боя С Конором Да Вот этот бой Там было Блин Эффектно Красиво Конечно Это правда Бой это не доллар Чтобы всем нравиться Не Я лишь свое мнение Выскажу Отвесить им добра И позитива Да Ну да Посмотрите на Конора Это серьезный Атлет Да Он проиграл схватку Но войну нет Он еще вернется Посмотрим Посмотрим То есть у него же получается Два по моему Проигрыша Подряд у Конора То есть у него получается Он от Мэйвезера По-моему Два года назад Ему прилетело Да И вот сейчас От Хабиба То есть получается Два подряд Поражения В принципе Ну Серьезно я считаю Как же быстро Как же быстро ММА набрало обороты Вчера весь мир смотрел Да Был в принципе Хороший такой интерес К этому бою Люди ждали Люди Надеялись Тем более Лас-Вегас Это достаточно Интересное Место для проведения Вот этого мероприятия Так что От Мэйвезера Ну да Я же знаю От Мэйвезера Конечно Выхода Хабиба Равносильно тому Выходка Хабиба Равносильно тому Что сделал Конор С автобусом Да Тоже самое Абсолютно Да Совершенно верно Серега Симонов Думаю Ты мог бы победить Конора Ты бы хотя бы С ним сразился Ну и что Ребята У меня вес другой У меня вес другой У меня возраст другой Я вообще старичок уже Все Дядя Сережа На пенсии уже Все Ребятки Завязал я С этими Со всеми делами Так Видел что с тачкой Шилова Нет Не видел А что там с тачкой Шилова Напиши в комментариях Я не в курсе Что там Так Разбили ее Я не в курсе Ирландский Это точно Это точно Пенсия Шестидесяти пяти Нет у тебя пенсии Антон Пишет Да Серега Тебе сорок два Ты мальчик Еще Сталлона Семьдесят два Он все дерется Какой? Сталлона дерется? В кино Я бы тоже подрался Я вам скажу честно А он тебе в отцы годится Так что бой Серега Бой да Не я сейчас кстати в хорошей форме Я вот себя как бы Себя сам позиционирую То есть я прям здорово Вот я не знаю там Я сейчас и вес подскинул Вон посмотрите У меня он и пресс там видно Вообще класс Не я себя очень хорошо чувствую И так достаточно В такой форме В какой Неплохой такой Восемьдесят пять килограмм Вешу Вообще класс Просто вообще Как пружина Да привет Хочу пожрать Сейчас вообще Огонь просто Ся вот как-то чувствую Прям Прям хорошо Даже у Мухаммеда Али Были победы Взлет и падение Он может вернуться Посмотрим Ребята Время покажет Так Как думаешь Команда Конора Полностью ответил За свои слова И за выходку С автобусом Нет ребят Так дела не решаются Я говорю То есть тут Понимаете Хабиб стал на их уровень Вот было бы круче Вот я уже сказал Было бы круче С гордо поднятой головой С российским флагом Пройти вот По залу И сказать Ребята Россия вперед Типа и все Вот это был бы чемпион Вот это я бы сказал Вот это красавец Вот это красиво А это Это хулиганка Ребята По большому счету Это хулиганское поведение Не знаю Которое не красит нас Как страну Не делает лица нам Понимаете Как россиянам Как людям Которые так В общем-то Привыкли Так сказать Вот Не знаю Мне не понравилось Это все Мне это не понравилось Все Точка Думаешь Надо мудрее поступить Конечно Конечно Надо быть выше этого всего Конечно Сорвался парень Ну да Не выдержал Сорвался Просто вот эти Вот эти Вот это Вот эта ситуация Она будет Очень некрасиво Потом сказываться Вообще В дальнейшем И на его карьере И на Тех людях Которые будут Получать визу Американскую Понимаете Это все будет Не в нашу пользу Он вообще С нашим флагом Никогда не выходил Ну вот Плохо Надо было бы Так Ладно ребятки В принципе Я свою Как бы Аналитику закончил Вас я выслушал Все комментарии ваши Просмотрел Прочитал Интересные Вот Поэтому Будем ждать Продолжения Посмотрим Чем все это Закончится Прежде всего Для самого Хабиба Вот Какие санкции Будут Какие штрафные Санкции Будут Будем смотреть Будем наблюдать Все ребятки Обнимаю вас Занимайтесь спортом Не курите Не бухайте И не наркомайте Все Чао Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует